В 2019 году была развернута информационная война против президента Федерации автоспорта Воронежской области Алексея Филимонова. В то время к нам обратился Александр Никитин с просьбой провести независимое расследование и разоблачить его бывшего работодателя Алексея Филимонова. Алексей попросил меня оформить на себя организацию ООО и ИП, которой он будет полностью распоряжаться. Я работал сначала логистом, а потом водителем на автомобиль КамАЗ. Получал зарплату только за то, что я делаю. Какая сумма долгов была на ИП? Порядка 2,5 миллионов. Записав интервью в октябре 2019 года с Никитином, мы взяли паузу, так как у меня сложилось впечатление, что меня хотят использовать как инструмент давления на Филимонова. Через год оказалось, что Никитин все это время вводил всех в заблуждение. Как я мог быть номинальным, если по бумагам директор был? Ваша компания, правильно я понимаю? Получается так. Ну вы сейчас больше стали зарабатывать, чем раньше, когда вы в Айлайне? Больше стали зарабатывать? Сколько же примерно в месяц? Ну, плюс-минус 20 там. Ну, более 50-70 тысяч, грубо говоря. Сколько уходит на этих юристов денег? Много денег, но откуда деньги, зачем мне вам говорить? Вы ранее говорили, что вы просто номинальный директор, вы работали водителем, а фирма была просто на вас оформлена, и вы занимались своим делом, а он, это его компания, и просто она на вас оформлена, и вам, у вас спор был 2 миллиона рублей. Сейчас же все кардинально изменилось. Вы говорите, что вы полностью фирму управляли, это ваш, он чуть ли не ваш сотрудник, но явно не компаньон уже, значит, вы сейчас вот это все таким образом. И что 17 миллионов рублей он вам должен? Как так изменились 2 миллиона в 17, я вот не пойму. Ну, как изменились, начали копать все дальше и глубже. А вот, то есть, каждый, то есть, тогда, когда мы с вами записывали, вы не знали, что он вам должен 17 миллионов? Ну, вы об этом не спрашивали. А чесноку скажи вообще, ну, кто-то направляет же? Здравствуйте, гляньте, какая компания. Ух ты. Здравствуйте. Приветствую. Может быть, вопросик сразу можно задать? Нет, нельзя. Подожди. Целый год водить заблуждения сотрудников органов внутренних дел, следственного комитета, полиции. А какое водить заблуждение? В чем? Сначала во всех заявлениях было написано, я водитель, я ничего не знаю, не плачу, не знаю контактов, ничем не занимаюсь, только рулю болванку, накажите Филимонова мошенника. Прошло определенное количество времени, оказывается, все проверило, Филимонов не такой плохой, и Никитин кардинально с минуса на плюс поменял позицию. Но мне кажется, это не в выгоде Никитина, а в выгоде каких-то других людей, потому что вы посмотрите, человек сам, если я так понимаю, не может самостоятельно принять решение. Ездит на данный момент водителем большегрузного автомобиля в командировках, все это знают, и оказывается, еще занимает деньги колоссальные, у которых, наверное, их не видел ни разу, такие, наверное, суммы, которые он занимает. Просто с 2 миллионов до 17 миллионов, год назад было 2 миллиона, говорил должен, а сейчас 17 миллионов. Вообще, честно говоря, у меня ощущение пахнет мошенничеством. С моей стороны, да? Я думаю, с вашей стороны, потому что говорить год назад о том, что вы были номинальным директором, вам должны там 2 миллиона рублей, а сейчас, через год, я не знаю, это что, инфляция, что ли, 17 миллионов стали из 2 миллионов 17, кто организовывал весь, всю работу в организации? Кто организовывал? Вопрос. Кто организовывал всю работу в организации, ради, кто этот весь процесс возглавлял, которая приносила прибыль? Никитин Александрович Александрович, можете посмотреть в документах. Кто возглавлял? Человек, который не врет, который говорит правду, он так не отвечает. Он абсолютно уверен в своих словах, и он по-иному будет говорить, а то, что сейчас мы слышим от вас, это чистая ложь. Потому что человек, когда говорит одно, говорит потом другое, человека можно как назвать? Только лжецом, правильно? Верно. Может, без камеры поговорим, Саша? Он тебе что-то должен, вот реально вообще? Он тебе что-то должен, вообще что-то? Полиция? Да. Ничего он тебе не должен, вот в том-то и дело. С его стороны никакого враня-то и нету. Он же фактически управлял организацией, полностью все это вел. Враня только со стороны твоей, но не потому, что ты такой хреновый, а просто потому, что используют. По моему мнению, должны возбуждать уголовное дело не в отношении Филимонова, а в отношении Никитина. Ну, очевидно, всем понятно, что это не ты. Смотрите наше расследование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова